У каждого есть ангел-хранитель. Мы оберегаем людей, подсказывая им лучший путь. Сюжет анимационного фильма «Хранитель маяка» основан на реальных событиях. У побережья Ладожского озера стоял маяк, рядом с которым в годы Великой Отечественной войны проходила дорога жизни. На маяки обычно бомбы не сбрасывали, а потому люди могли в нем укрыться от ужасов войны хотя бы на время. Главный герой мультика «Ангел» – он охраняет маяк от войны. Критики было от зала меньше всего. Там в основном все комментировали члены жюри. И нашу анимацию очень похвалили. Критики в ее сторону практически не было. Неспределенно то, что члены жюри были довольно строгими. Наша анимация заняла первое место. Конкурсные работы на очном этапе оценивали режиссер канала «Дисней» Антон Михалев и белорусский режиссер Виталий Любецкий. Во время разбора мультфильма наставники дали ребятам много ценных советов и рекомендаций. Воспитанники медиастудии сами писали сценарий, делали раскадровку, рисовали героев и фоны, оживляли персонажей в компьютерной программе. На фестиваль ребята также отправили рождественский челлендж. В нем было две команды и ведущие. Ведущие объявляли задания, связанные с Рождеством. Например, пойти каледовать по школе нашей. Все ребята к этому очень здорово относились. Они веселились, им было интересно. Самим ведущим тоже было интересно. И формат челленджа, я думаю, мы его как-нибудь еще повторим, потому что это довольно занятный опыт. Опыт удалось повторить на очном этапе конкурса. Нужно было придумать челлендж на любую из четырех предложенных тем – огурец, медведь, шар и свет. Ребята выбрали огурец, так как село Вятское, которое им очень понравилось, славится своим сортом огурцов. Задание огуречного челленджа было креативным – исполнить на огурце мелодию барыня. Еще один приятный бонус конкурса – путешествие. Ребята побывали в Переславле-Залесском, в селе Вятском и в Ярославле, где проходил очный этап конкурса. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.